Сирены, сообщения о стрельбе и длинные очереди из автомобилей. В ночь с воскресенья на понедельник на границе Сербии и Косово было напряженно. Причина – постановление Косовского правительства. С 1 августа при въезде в Косово автомобилисты должны были получать временную справку, поскольку сербские документы с этого дня здесь считались бы недействительными. Кроме того, с августа должна была начаться обязательная перерегистрация сербских автомобильных номеров на Косовские. Стали приходить сообщения о строительстве баррикад и переброске сербского спецназа к границе. Несогласные с решением Приштины, косовские сербы заблокировали дороги, перекрыв доступ к двум основным КПП в Ярине и Брняке. Как итог, на дорогах застряли не только грузовики, но и пассажирские автобусы. Некоторым пришлось заночевать на трассе. Мы прибыли сюда вчера в 10 часов вечера, и полиция спросила нас, куда мы едем. Мы сказали им, что домой. Полиция оставила нас здесь, потому что мы не можем проехать. Наблюдатели в Европе начали говорить о возможной эскалации конфликта между сербами и албанцами. В воскресенье президент Сербии Александр Вучич выступил с призывом сохранить мир. Моя просьба сегодня ко всем – постараться сохранить мир практически любой ценой. Я делаю ещё одну попытку ещё раз попросить всех. Прошу албанцев опомниться, прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту. Вучич также добавил, что в случае насилия Сербия защитит своих граждан и обязательно одержит победу. В итоге власти Косова пошли навстречу. Пообещали отложить замену документов и автомобильных номеров ещё на месяц, до 1 сентября. Но с условием. Баррикады необходимо разобрать, а движение – восстановить. Как сообщают сербские госмина, КПП в Мирдаре, сегодня людям с сербскими документами выдают временные. По сообщениям местных журналистов, ситуация в северном Косово спокойная. У меня нет машины, а если бы была, то поменял бы документы, как и все. Я не знаю, дайте нам пожить нормально в мире. Остальное меня не интересует. Давно пора жить, как и остальные в мире. Напомним, осенью 2021 года был аналогичный конфликт. Тогда стороны договорились, что водители будут заклеивать символы своей страны на номере при пересечении границ. В течение полугода Белград и Приштина собирались найти постоянное решение. Но этого не произошло.